Знакомы ли вам такое понятие, как интерактив? Это модное ныне слово означает активное взаимодействие, например, между артистами и публикой в зале. Именно такой спектакль под названием «Один дома» представил сегодня театр юного зрителя. Главный герой нового спектакля – малыши Карлсон, персонажи известной всеми любимой сказки шведской писательницы Астрид Лингрен. Новые проделки любимых персонажей помогут выяснить, как правильно вести себя, если родители нет дома, что делать, если в квартиру врываются незнакомцы, как уберечь дом от пожара или потопа и вообще, чем опасны детские шалости. Ответы на эти вопросы можно получить в веселом и поучительном спектакле о правилах безопасного поведения детей. Пожар! Малышка в серебряной полы! По-моему, компьютеры по-моему не тушат! По-моему, компьютеры по-моему не тушат! По-моему, компьютеры по-моему не тушат! Я же говорила! Каждый ребенок должен знать, как обращаться с электроприбором! Юные зрители оказались в гуще невероятных событий благодаря талантливым актерам театра и, конечно, режиссеру Наталье Шамбулиной, которая и поставила этот спектакль в жанре интерактивной сказки. Мы родители иногда не задумываемся, говорим, это нельзя, то нельзя. Мы не объясняем, почему. Мы им говорим, не показываем, не играем с ними. Решили все это, то, что опасно в нашем мире, показать через игру, чтобы дети не просто кричали и боялись, что это опасность, что можно не бояться и жить в этом мире. Детям везде лекции читают, в школе лекции читают, дома родители нотации читают, но они в театр приходят радоваться. Так пусть они радуются. Мне понравилось это предложение, потому что оно было очень красивое и хорошее. Нельзя сжигать газ, нельзя без родителей врубать, включать компьютер. Мне оно очень понравилось. Без взрослых ничего электрического не включать. Мне понравилось, когда они переоделись в милицию и брали макароны прямо из пола. Это представление оказалось очень хорошим. Сделанные с любовью стараниями актеров детские интерактивные сказки вобрали в себя все лучшее, что есть в праздничной индустрии. И самое главное, такие спектакли уже забоевали свою юную публику, которая с нетерпением ждет продолжения старых и появления новых сказок. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.